Я клянусь, я клянусь, мне очень плохо, я не могу больше это терпеть. Я клянусь, мне очень грустно, я не могу двигать своей рукой. Урсула Бахильо родилась 26 февраля 2002 года в провинции Буэнос-Айрес, Аргентина. Она была очень желанным ребенком, ее родители Патрисия и Адольфа долго не могли зачать детей. Но после 10 лет лечения от бесплодия, женщина наконец забеременела, хотя это была беременность с высоким риском. Урсула была единственным ребенком в семье. Она была очаровательной девушкой, которая любила проводить каникулы на пляже со своими родителями. Она закончила среднюю школу в 2019 году и хотела достичь многих целей. В том же году она начала заниматься психопедагогикой в Пергамино, город, расположенный очень близко к городу Рохас, где она жила со своей семьей. К марту 2020 года, после начала пандемии, Урсуле пришлось переехать обратно к родителям из-за начала онлайн занятий. Когда девушка вернулась в Рохас, она встретила Матиаса Мартинеса, полицейского, который был на 6 лет старше ее. Матиас тоже был уроженцем Рохаса и поступил на службу в полицию в 2015 году. После знакомства у них завязались отношения, которые длились около 7 месяцев. Пока Урсула была в отношениях с Матиасом, он был очень жестоким человеком. Как и все абьюзеры, вначале он казался очень внимательным и любящим. Но в последующие месяцы он показал, кем он был на самом деле. Поэтому в начале января 2021 года Урсула решила от него уйти. Матиас избивал ее на глазах своей семьи, в основном сестры и матери, которые были свидетелями и соучастниками издевательств. Следует отметить, что мать парня, по всей видимости, была алкоголичкой. По рассказам самой Урсулы, Матиас бил ее кулаками и ногами, хватал за волосы и подвергал психологическому насилию. Она также рассказала, что страдала от уплотнений в одной из грудей и перенесла срочную операцию, когда ей было всего 15. Матиас воспользовался тем, что знал о ее чувствительности после операции и неоднократно бил ее именно в это место, чтобы заставить девушку страдать. Семья Урсулы ничего об этом не знала, она держала всю ситуацию в секрете, чтобы ее родители не волновались. Но несколько друзей уже знали, что происходит, и убеждали ее подать на него жалобу. После прекращения отношений с Матиасом, Урсула решила рассказать в своих социальных сетях о гендерном насилии, жертвой которого она стала со стороны своего парня, а также рассказала своей семье о том, что ей пришлось пережить. После ухода от него, Матиас начал угрожать и преследовать ее, постоянно звоняя ей с разных телефонных номеров, создавая фальшивые аккаунты в социальных сетях. И даже ходил за ней, куда бы она ни пошла. Урсула не хотела иметь с ним ничего общего, и даже заблокировала его во всех социальных сетях, а также его номер телефона. Помимо этого, девушка подала жалобу в полицию, но, к сожалению, Матиас был сотрудником полиции Рохаса. А это значит, что его защищали коллеги, и ее жалобы не принимались во внимание. 9 января 2021 года Патрисия, мать Урсула, подала жалобу в полицейский участок, где заявила, что ее дочь подвергается гендерному насилию и преследованиям со стороны бывшего партнера, и что она нуждается в защите. Из-за этого судья, который вел дело, постановил, чтобы Матиас Мартинес прекратил преследование на 6 месяцев, а также установил запрет на приближение к девушке. Но, как обычно бывает в таких случаях, мужчина не прекратил ее преследовать, угрожать, а также не перестал приближаться. Именно поэтому 28 января Патрисия вернулась в полицейский участок, чтобы заявить на Матиаса за неподчинение приказу судьи и за угрозы в адрес Урсулы. К сожалению, эта ситуация повторилась 1 февраля, поэтому женщина снова пошла в полицейский участок, но ее показания были отклонены. 5 февраля Урсула лично пошла в полицию, чтобы в очередной раз заявить на Матиаса за неповиновение и угрозы. В тот же день она попросила выдать ей тревожную кнопку, а также запретительный судебный приказ. Вопрос о тревожной кнопке вызвал много споров, поскольку власти утверждали, что они не могут ее выдать, так как ее нет в наличии. В субботу, 6 февраля, девушка вновь пошла в полицейский участок, из-за того, что Матиас подошел к ней в баре, когда она была с друзьями. 7 февраля Урсула писала очередное заявление, так как Матиас перехватил ее на проспекте, когда она ехала на мотоцикле. Хотя и Урсула, и ее мать каждый день обращались к властям, ответ они получили только в понедельник утром, когда ответственный судья издал запретительный приказ с радиусом действия 200 метров, тревожную кнопку и регулярное полицейское патрулирование в течение 15 дней. К сожалению, в тот же понедельник, 8 февраля 2021 года, в полицию позвонил дядя Матиаса Мартинеса и заявил, что его племянник отправил ему сообщение, в котором говорится о том, что он убил какую-то девушку. В тот день Матиас перехватил Урсулу, посадил ее в свой автомобиль и отвез в Гуида Спана, сельскую местность, полную лесных массивов, которая находилась примерно в 20 минутах езды от Рохаса. Когда в 20.30 на место происшествия прибыла полиция, они обнаружили только тело Урсулы. 18-летние девушки перерезали горло и нанесли 15 ударов ножом в живот и спину. Матиас находился неподалеку в машине с раной в животе. Когда 25-летний парень увидел представителей власти, он попытался убежать с места происшествия, но полицейским удалось его схватить и доставить в больницу, где он находился под стражей, пока ему обрабатывали рану. Расследование показало, что Матиас постоянно преследовал Урсулу и что она опасалась за свою жизнь. Девушка сообщила близким людям, что парень всегда был в курсе жалоб, которые подавали она и ее мать, и что по этой причине он постоянно ей угрожал. Выяснилось, что за пару месяцев до совершения преступления начальство Матиаса отобрало у него табельное оружие, и его должны были отстранить от исполнения обязанностей полицейского, но вместо этого начальство просто отправило его в другой штаб в Сан-Николас. Самое шокирующее в этом деле то, что на Матиаса Мартинеса жаловалась не только Урсула. На него также подавали заявление две бывшие партнерши, которые тоже страдали от домашнего насилия. Иными словами, у этого человека была долгая история насилия. Первой партнершей Матиаса по делу о насилии была Миранда. Женщина состоялась с ним в отношениях с 2017 по 2018 год. Как только начались их отношения, у Миранды уже было двое детей, которые были от другого мужчины. Согласно ее показаниям, Матиас не применял к ней физического насилия. До тех пор, пока однажды в 2018 году ее четырехлетний сын не помочился в кровать, которую делила пара. Когда мужчина пришел домой и увидел, что сделал мальчик, он сразу же пришел в ярость, угрожал Миранде пистолетом, а также направлял его на себя, говоря ей, что собирается выстрелить. Согласно показаниям женщины, она пошла в полицейский участок, чтобы подать жалобу, но когда она приехала, Матиас уже подал жалобу на нее. Миранда заявила в СМИ, что за четыре дня до преступления Урсула связалась с ней, чтобы поговорить о Матиасе. Девушки решили встретиться, и Урсула рассказала ей о том, что произошло, об угрозах, преследованиях и насилии со стороны парня по отношению к ней. Идея девушки заключалась в том, чтобы собрать больше свидетельств, чтобы насилие этого субъекта было доказано. Второй партнершей Матиаса была Флоренция Велос. Женщина-полицейский, которая состояла в отношениях с этим мужчиной с декабря 2018 по апрель 2020. Отношения с Флоренцией были такими же, как и у других, полные жестокости и насилия, но с той разницей, что Матиас совершил сексуальное насилие над одной из племянниц женщины. То есть, жертвой насилия стала несовершеннолетняя девушка с ограниченными возможностями. Флоренция узнала об этом только в июне 2020 года, когда ее племянница набралась смелости и рассказала о случившемся. Как и в случае с Мирандой, Урсула связалась с Флоренцией и рассказала ей обо всем, что произошло. СМИ опубликовали все аудиозаписи того, как Урсула рассказывает факты Флоренции в тот же день, когда произошло ее убийство. То есть, за 4 часа до того, как было найдено ее тело. Основная причина, по которой девушка связалась с Флоренцией, заключалась в том, что у нее были доказательства насилия над племянницей женщины, и она хотела передать их адвокату, ведущему дело об этом. Я позвонил адвокату, который подал вашу жалобу, чтобы предоставить некоторые доказательства, которые у меня есть о жестоком обращении. Я хотела поговорить с вами, чтобы выяснить, может быть, вам что-то известно. И уже 22 февраля 2021 года, через несколько дней после совершения убийства Урсулы, Матиас был приговорен к 4 годам тюремного заключения за нанесение телесных повреждений и угрозы в адрес Миранты, дело которое с 2018 года оставалось без какого-либо разрешения. Судебный процесс по делу Урсулы Бахильо начался 3 декабря 2021 года. Прокурор представил все соответствующие доказательства, свидетельствующие о том, что Матиас Мартинес был крайне жестоким человеком. Также были обнародованы аудиозаписи, отправленные Урсулой за несколько дней до и в день преступления, в которых она рассказала обо всем, что произошло. Защита Матиаса отрицала, что у него были намерения совершить убийство женщины. Они сказали, что Урсула напала на него и он был вынужден защищаться. Поэтому его адвокаты попросили признать Матиаса виновным в непредумышленном убийстве при превышении самобороны. По словам прокурора, ведущего дела, рана, которую Матиас нанес себе в живот, была нанесена именно для того, чтобы поддержать версию о том, что Урсула напал на него первой, что свидетельствует об определенной преднамеренности действий. Наконец, 14 декабря 2021 года Матиас Мартинес был признан виновным в убийстве женщины при тягчающих обстоятельствах и приговорен к пожизненному заключению. В Аргентине закон устанавливает, что если человек приговорен к пожизненному заключению, то после отбытия 35 лет в тюрьме он может попросить об условно-досрочном освобождении. Несмотря на то, что Матиас в настоящее время содержится в исправительной колонии, семья Урсулы неоднократно проводила митинги, требуя отставки судей, которые несколько раз отклоняли обвинения в гендерном насилии и не предпринимали эффективных действий. Причина, по которой семья заявляет обо всем этом, заключается в том, что во время выходных перед убийством Урсулы один из офицеров сказал, что сможет рассмотреть жалобу в понедельник, потому что в то время были выходные и они не собирались ничего делать. К сожалению, в тот же день, когда не дали Урсуле ответ, Матиас похитил ее и зарезал. Таким образом, убийство женщины стало свидетельством бездействия судебных учреждений в рассмотрении жалоб на домашнее насилие. Несмотря на то, что Урсула и ее мать подали множество жалоб на Матиаса, женщина была жестоко убита из-за отсутствия судебной защиты. Аргентина является одной из стран с самым высоким уровнем гендерного насилия и убийств женщин в Латинской Америке. Согласно последним данным обсерватории по борьбе с феминицидами в Аргентине, только в 2022 году уже было совершено не менее 28 убийств женщин. Что вы думаете об этой истории? Пишите ваше мнение в комментариях, а также подписывайтесь на мой YouTube канал и на мой Telegram канал. Ссылки на них есть в описании и в закрепленном комментарии под видео. Не прощаемся! Субтитры создавал DimaTorzok